Ну а теперь об одном из центральных спортивных событий осени. Бегуны из всех 85 регионов России сорвались с линии старта. По всей стране прошел кросс наций. Жители столицы Памуре также присоединились к этому празднику здорового образа жизни. Аким Самедов увидел. Для Дениса Бызова, студента высшей школы педагогики, психологии и физической культуры САФУ, участие в кроссе нации в этом году дебютное. Он бежал на дистанции 4 километра и в своем первом же забеге в самом массовом спортивном мероприятии России он занял первое место. Я вообще длинной дистанции не бегу. Специализируюсь в беге на 400 метров. К кроссу нации особо никакой подготовки не было. Единственное, в августе ездили на сборы. Ну бежал достаточно легко. Я бежал в своем темпе, не напрягался особо. В общем, мне понравилось. Другая участница Александра Скрипчук, напротив, в кроссе нации участвует не в первый раз. Но добиться желаемого ей удалось именно в этом году. Вообще я уже на протяжении 8 лет занимаюсь легкой атлетикой. Соответственно, кросс нации вообще выигрываю впервые. Очень этому рада, потому что в предыдущие годы, к сожалению, была вторая. Подготовка, как обычно, идет к сезону. То есть мы бегаем 6 раз в неделю, различные тренировки, и все супер. Однако типичного несметного потока спортсменов, характерного для кросса нации, горожане не наблюдают уже второй год. Связано это с ограничительными мерами. Я просто уверен в том, что все эти ограничения со временем будут сняты. И мы обратно вернемся к тому формату, когда кросс нации по-настоящему действительно был одним из самых массовых мероприятий на территории Архангельской области. То есть, впрочем, так же, как и по всей России. Потому что сегодня все 85 субъектов Российской Федерации стартуют в один день, в одно время. У нас в Архангельской области, к сожалению, непростая пневмологическая ситуация, поэтому мы это мероприятие проводим в рамках тех ограничений, которые существуют. Дошкольники не участвуют, школьники проходят в два этапа. Но, тем не менее, я думаю, это не омрачило праздник. И по всей области я знаю, что на мероприятие вышло порядка трех тысяч участников. Всего в течение дня в столице Поморья состоялось восемь забегов. Каждый участник получил сувенир. К слову, День бега Кросснации проводится ежегодно по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Аким Самедов, Евгений Зыков, «Регион-29».